Сюжет с берегов и со дна Финского залива. Музей Кронштадта переданы артефакты, сохранившиеся на борту затонувшего там 300 лет назад немецкого корабля. Последние полтора года их поднимали участники экспедиции Русского географического общества. О том, что это за экспонаты, наш Сапкор в Петербурге, Дмитрий Пищухин. 11 метров воды достаточно, чтобы хранить тайну. Эта детективная история пережила своих современников. А узнать подробности историкам удалось только три века спустя. Все эти годы главная улика лежала на дне Балтийского моря. Команда Центра подводных исследований РГО стоит на якоре в том же месте, где осенью 1724 года утонуло немецкое торговое судно «Архангел Рафаил». С каждым погружением водолазы поднимают на берег десятки удивительных находок. Но почему хозяин корабля бросил ценный груз рядом с берегом на такой небольшой глубине? Здесь мы с вами видим инициалы хозяина. Таких бочек на корабле было значительно больше, неже чем было заявлено в декларации. Ответ стоит искать в таможенных документах. Торговое судно «Архангел Рафаил» вышло в немецкий Любик практически порожняком. Капитан встал с западнее острова Котлин. Там загрузил незадекларированный товар. Но провернуть хитрый план помешала непредсказуемая петербургская погода. Лет встал, судно было по итогу сковано льдами в ловушку и затонуло недалеко от берега. Причем затонуло оно неглубоко. И первое время по архивным свидетельствам даже с берега были видны верхушки мачт, которые торчали над водой. Владелец груза попытался спутать карты, назвав утонувший корабль не Рафаилом, а Гавриилом. Нестыковками в документах заинтересовался лично Петр Первый. 18 бедолаг-крестьян три недели ныряли в ледяную воду, но смогли поднять лишь малую часть груза. Закончить расследование помешала смерть императора. И только сейчас Балтийские воды окончательно открыли эту тайну. Здесь мы с вами видим дату 1677 год. Все предметы, найденные на корабле, указывают, на дне лежит именно Рафаил, а не Гавриил. В Германию он вез контрабандой десятки бочек с зерном, а также русские деликатесы, мешки с рыбой и рябчиками. Зерно везлось вот в таких вот бочках, там этих бочек довольно много. Конечно, у этого зерна уже ничего, ни каши не сварить, ничего не испечь уже не получится, к сожалению. До наших дней сохранилось не только зерно урожая 1724 года, но и личные вещи, посуда и ткани, а самая ценная находка оказалась спрятана под толстым слоем ила. Готический шрифт, несколько глав. Как она могла сохраниться, до наших дней пролежав на дне? Вода-то не очень соленая, холодная, поэтому для подводных предметов это не самое страшное. 57 страниц на немецком. Все, что сохранилось от старой Библии. Последний раз эту книгу держали в руках в начале 18 века. Мутные воды Балтики не уничтожили, а буквально законсервировали уникальные артефакты. Но каким же образом море смогло сохранить ткани и материалы? Это объясняют свойствами балтийской воды. Но на самом судне был еще один естественный консервант – бочки с дегтем. Во время кораблекрушения они разлились и обильно пропитали все, что находилось на борту. Причем настолько удачно, что даже фетровые шляпы и вязаные чулки смогли хорошо сохраниться до наших дней спустя 300 лет. На этой неделе артефакты пополнили коллекцию музея истории Кронштадта. Сейчас все вещи оцифровывают для создания виртуальной выставки. Заинтересует она не только россиян. Представители немецких музеев ждут экспозицию с гастролями по городам Германии. Ведь это именно их прошлое было бережно сохранено и восстановлено в России. Дмитрий Пищухин, Евгений Костин, Дмитрий Лукашевич и Галина Орлова. Вести в субботу. Из Петербурга.